Попасть к врачу-гириатру можно, предварительно посетив терапевта или профильного специалиста. Пенсионерка Александра Григорьевна в этот кабинет приходит уже не в первый раз. Наладить правильное лечение ей помогла врач-гириатр Надежда Сахарова. Доктора очень хорошие, правильные таблетки подбирают. Ну, бывает, меняется. Сейчас вот я пью нормально тоже. В кабинете врача-гириатра можно измерить давление, сатурацию кислорода в крови, вес и рост. Все эти показатели помогут правильно скорректировать лечение. А учитывая то, что пожилые люди часто занимаются самолечением, направить их деятельность в нужное русло. Проблемы у всех практически одинаковые. Это гипертоническая болезнь, это ишемическая болезнь сердца, это сахарный диабет, это остеохондроз, артроз суставов. Вот все это приходит ко мне с кучей своих лекарственных назначений. Ну и приходится вот как-то это все контролировать, уменьшать количество. Моя задача – это уменьшить количество принимаемых препаратов. Врач проводит комплексную гириатрическую оценку, которая помогает выявить астенический синдром, включающий в себя разные заболевания. В основном это такие, как когнитивные нарушения, то есть нарушения памяти, это снижение веса, синдрома нутриции, это остеопороз. То есть мы этими вопросами всеми тоже занимаемся. Надежда Сахарова не только принимает пациентов в своем кабинете. Она приходит с лекциями в Центр Вера и в городские парки, призывает к правильному питанию и активному образу жизни. Всегда говорю, 150 минут в неделю активной ходьбы – это очень даже хорошо. А если вы делаете это больше, это еще, наверное, лучше. Если до северной ходьбы, вообще насколько она действительно работает? Это замечательно. Это работают практически все группы мышц, улучшается опорно-двигательный аппарат, дыхательная система, сердечно-сосудистая система. Так что я только за. Принимает врач гириатр ежедневно по будням с 8 до 14 часов. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.